У нас должно быть вот это ощущение нашей большой значимости. Вы можете себе представить на одну минуту, если бы не было сопротивления. Если бы не было сопротивления тому, что в Осетии можно убивать в застенках людей. Раз одного, то можно другого, третьего и четвертого. Когда я вышла, такая старая-старая, на эту площадь, я вышла не только из-за Джабиева. Я вышла из-за моей родины. Я вышла для того, чтобы я жила, не могу сказать в очень нормальной государстве сейчас, но все-таки в приличном государстве каком-то, демократическом, как мы боролись, да, там, Адаму Анахас, я не хочу даже говорить, во что вылилась наша борьба. И на столько лет вылилось президентство Людвига, вылилось президентство Кокоева, вылилось президентство... Ну, слава богу, кажется, убийств тогда не было при Тибилове, да? Да, насколько я информирована, не знаю. И, наконец, Бибиловская президентство, которое нас порадовало вот таким ужасом, да, в кавычках порадовало, таким ужасом, который пришлось. Без сопротивления этому мы не может быть не только государством, но вообще никакой, так сказать, даже не хочется говорить, как это может быть, можно будет назвать. И вот с этой точки зрения нам надо сейчас и выходить. Я не совсем представляю, что наше движение может делать, если не будет конституционного суда. Нас всегда куда-то подведут и под что-то накажут, да, во всяком случае будет угрожать. Почему так много было народу в первые дни, прямо вся сеть отстала рядом с вами, а потом как-то рассыпалось все это. Это естественно в какой-то степени. Вообще-то по-человечески это неестественно, да? Там, где убивают, рядом с убийцами мы не можем быть. Но все-таки история показывает, что человек слаб. Человек слаб. Очень многие ко мне приходят и как бы со мной могут подтвердить это. Говорят, вы стоите вместо нас. Что значит мы стоим вместо них? Они не могут стоять, но они хотят, чтобы мы поняли, что если они придут к нам, им будет трудно, и мы их должны пожалеть. Ах, вы не приходите, потому что у вас снимут или зарплату, мы знаем, что снимают с работы. Люди боятся. Все-таки страх вот это... Не надо забывать, что за каждым человеком еще стоит семья. Еще стоит семья. Они боятся за своих детей. Но если об этом ничего не говорить, обо всем этом, об этом можно много говорить, то мне все-таки хочется сказать, самое страшное, что произошло сейчас, в этот период, это то, что с этой аморальностью заставили нашу молодежь согласиться, не знаю, во всяком случае, выразить какое-то равнодушие. Вот это студенчество наше, которое не вышло, потому что оно уже настолько подавлено общей атмосферой, родительской и преподавательской. Я не знаю, преподаватели были в нашем из университета, кто-нибудь был? Они приходили, может быть, и уходили потом, дай Бог им здоровья. Но во всяком случае, зова, обращения к студенчеству не было. Молодежь должна была бы сейчас здесь сидеть, а не мы, так сказать. Вот это страшно, что эта молодежь когда-то, в будущем, все-таки где-то будет жалеть об этом, что их нет сейчас, что они не были. Потому что так или иначе мы надеемся на какое-то будущее, и в будущем все-таки будет дана какая-то объективная оценка. Так кажется всегда, на этом надеяться, и так бывает, так бывает. Все-таки, все-таки когда-то бывает оценка этому. Но я сегодня хочу сказать о другом. Я хочу какой-то конкретики привести наше собрание. Ну, вы можете представить, если бы не было Токарова, Руслана. В общем-то, мы сейчас собрались, может быть, еще и потому. Потому что был зог. Не только внутренний, сердечный, но иногда ты хочешь, а тебе нужно, чтобы кто-то еще что-то сказал. Вот там. И потому что отклик отсюда был ужасным, я хочу сказать о Келиксавии, по фамилии, да, о Келиксавии, о Келиксавии Саши. Невозможно нам простить редактору нашей основной газеты хулиганского поступка. Потому что дать в зубы – это хулиганство. И хулиган не должен быть редактором Юго-Осетинской ведущей газеты. Надо какие-то конкретные все-таки выводы, даже из нашего собрания, сделать. У нас будут праздники сейчас, великие праздники. Праздник прощения, праздник любви. Не убей, не укради, люби. И мы видим человека, страдающего на кресте. Меня и вас ждет вот эта жуткая пятница, когда его распяли. А потом праздник. И вот хочется после этого распятия, которое у нас было в наших застенках, чтобы это распятие как-то прозвучало. И чтобы почувствовали, что мы не дадим распинать наших молодых людей. Ну ладно, это Сын Божий. Но не будем давать возможности распинать сыновей простых матерей. И я, мать, в какой-то степени, мой сын подвергся тоже удару. И мама Алана сказала мне, ты счастливая, он остался жив. Больной, если бы остался мой сын, я была бы счастлива. Вы знаете, это, все это было очень трудно. Я сейчас сегодня сказала, ты знаешь, сколько часов ты простояла? Сколько часов она простояла? Я 24 часа. Они же не уходили. Или мама была, или ты, или вы вместе. И оказалось, они стояли на этой площади 2 тысячи часов. Почти 2 тысячи часов. Если это умножить, вот у меня где-то точная цифра, да? Где? 2 тысячи. 2 тысячи. 1920 часов. Ну, в 2 тысячи часов стояли дети. Это же надо. Я хочу сказать, я не знаю, я даже по интернету поискала. Вот такого стояния, такого сопротивления не было ни в одной стране. Мы и тут как-то впереди. В каких-то отношениях. Я даже сказала, что это в книгу Гиннеса надо внести. Печальная правда. Это не победа наша какая-то. Но все-таки, все-таки это ужасно, что столько времени на центральной площади была акция, на которую сверху плевали. Я другого выражения, мне неудобно это выражение, я никогда его даже не употребляла, наверное. Но по-другому я не могу назвать. По-другому я не могу сказать. Равнодушно ходить, а потом даже на какие-то спектакли, на какое-то это. Это было ужасно. Об этом даже не хочется. Как-то хочется скрыть. С одной стороны, хочется бороться с этим, но тогда надо оглашать. Но с другой стороны, не хочется оглашать для международного сообщества, перед которым мы должны встать, как жертва грузинского геноцида и так далее. Какой мы подарок сделали тем же нашим, так сказать, недоброжелателям и просто можно сказать врагам. Когда каждый из них с насмешкой может сказать, чего вы нас упрекаете, когда вы сами убиваете себя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.